Привет, зритель! Сейчас нас с тобой ждут пустые баночки ноября. Я хотела проверить, что ли я туда положила, а не как в прошлый раз, забыв какой-то там баночек с кремом, которого оставалось буквально на день применения в ноябре. Но в итоге я и что-то так и не проверила. Ну, будем надеяться, что тут именно все, что надо. Сумочки от Ифраше. Такс. Оно, конечно, не косметическая баночка. И оно, конечно, еще не совсем закончилось, но я его просто полностью перелила в такую фигню, диспенсер для жидкости, для мытья посуды. Это мне подарила подружка на 8 марта, кажись. И я не всегда им мыла, иногда я мыла жидким мылом, иногда я мыла самопальным жидким мылом, иногда я мыла чисто тряпочкой, greenway. Но вот в большинстве случаев я мыла им. Вот сейчас до сих пор мыла им. Хорошее средство для мытья посуды. Экономично, если диспенсер залить и вот губочкой использовать. Тут 900 миллилитров. Фэйри. Нежная пена, нежные руки, чайное дерево, мята. На самом деле, если ты без перчаток можешь, хоть супер нежная пена и нежные руки. Нежные руки не будут, потому что они их надо будет увлажнять каким-то кремом. Поэтому я сажаю все-таки мыть в перчатках. Но посуду мод хорошо. Кошка, ты-то не видишь, но кошка там может быть и видел. Прошла и пытается что-нибудь захулиганить. А у меня тут как бы лампа питается кольцевая. В общем, фэйри. У меня наконец-то оно закончилось. На самом деле, там чуть-чуть еще есть мисочки отдельной, которую я переложила, когда брала в деревню с собой. Но я его уделаю. Оно у меня там на крем для ног пойдет еще куда-нибудь. Может так куда-нибудь уйдет. Может на мордопротиралку пойдет. Это у нас Эйван Кэ. Масло кокоса восстановления лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. 400 миллилитров. У него уже срок годности прошел. Сейчас скажу когда. В общем, у него год назад прошел срок годности. Это подарок от подписчицы Люли было. Но он никак по консистенции запаху и вообще не испортился. Он, наверное, вечный. И он мне очень нравился. Очень экономичный. По большей части его как фэйс протирала вместо молочка для лица. Иногда как крем для рук использовала. По большей части как крем для ног юзала. Крайне редко, чтоб совсем по назначению, как лосьон для тела. Хорошая штука. Мне очень нравятся Эйван Кэ. Вот эти лосьончики. У меня закончились. Очередные духи. Подарок от кого-то из зрительницы. Диор. Пурпойзен. На холоде оно так обалденно раскрывалось унисексовым ароматом. Вообще, как и Рис Нуар. Один в один. Я уже не помню, как оно по-разному раскрывалось. Насколько я помню. Я не помню, как оно до холода раскрывалось. Но оно мне очень нравилось. И вот внезапно оно закончилось. Там еще и флакончик-то такой фиолетовый красивый. И коробочка-то фиолетовая такая. И фиолетовая, и не очень фиолетовая. Тут буквально там на пару пшиков осталось. И у меня то выпшикивалось, то не выпшикивалось. Я решила отправить пустые баночки, чтобы потом если что, допшикать. Такой вот бутончик. Фиолетовый. Даже не фиолетовая. Тут даже больше такая... Ну вот на свет смотришь, она как бы фиолетовая. И фиолетовым он дает, и красная. В общем, такая интересная крышечка. Можно сунуть его потом в постельное белье, чтобы все благоухало. Спасибо дарителю. Мне очень понравились духи. У меня там есть еще один Диор. По-моему, это от разных подписчиц было. Но я его пока что-то не прониклась им. У меня закончился очередной Кайлаш Дживан. Кайлаш Дживан такая шикарная, универсальная штука. Если тебе хочется прослушать и посмотреть оду Кайлашу Дживан, то глянь плейлист «Моя Индия», там два видео. Одно из них посвящено Кайлашу Дживан. Штука универсальная. Так, у меня закончилось. Та-да! От подписчицы Светы из Москвы. Гореньер. Витамин С. Сыворотка. Суперсияние. 3,5% витамин. С никотинамид. И с салициловой кислотой. Очень шикарная штука. Её надо было и пользоваться утром, и вечером. Либо утром, либо вечером. Но по большей части я её утром пользовала. А иногда два раза в день, допустим, утром. И перед тем, как записать какой-нибудь ролик, я понимаю, что у меня кожа слегка такая как бы… И вот её надо увлажнить. Очень шикарная штука. Мне она так понравилась. И это самое. Это одна, наверное, из первых штук, которые мне Света присылала за тест на «Посмотреть подойдёт, не подойдёт». Которая у меня так ежедневно юзалась. То есть, тут вот буквально, может, на полраза осталось. Оно просто уже не зацеплялось. И я последний раз вот его переворачивала и на палец выдавливала. Я хочу его помыть и заюзать для какой-нибудь своей косметической хренотени. Ну, я там делаю эти бальзамы для губ, вот для ногтей. Дезик мыла. Если интересно, всякие там сборы трав. Ссылка в инфобоксе есть. У меня закончилось то, что не успела закончиться в октябре. И я про него забыла убрать это в пустые баночки. Оно буквально 1 ноября и закончилось. Всё высковрила. Я хочу её тоже помыть и потом заюзать. Хорошая баночка. В неё можно, допустим, потом какой-нибудь восковый крем для... Воско-кокосовый крем для рук, лица универсальный зафигачить. Если интересно, про что я говорю, то подобный крем будет потом в моём уходе на декабрь. Это у нас был крем Foodworks. Увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды от Эйвон. У него тоже срок годности прошёл. Но у него где-то полгода назад прошёл срок годности. Это тоже подарок от подпиши Целёли. Очень мне нравился этот крем. Он как бы ночной, но я не понимаю. Ночные крема для рук и ног. Я понимаю ночной крем для лица, а вот для рук и ног я не понимаю. Я его пользовала утром после душа. Очень классный крем. Экономичный, хороший, мне очень нравился. Спасибо, Лёвечки. У меня тут это в пакете просто, потому что там из неё что-то ещё вылазило. Закончилась маска, но она на раз и была. От зрителя Сергея. Так, это у нас маска для волос. Народные рецепты. Фитокосметика. Дрожжевая. Блеск и объём с молоком и оливковым маслом. Хорошая маска, мне понравилась. От фитокосметик как-то покупала такой бочонок, типа как маска. Я уж не помню с чем был. По-моему вообще они в фикс прайсе продаются. И вот юзала когда-то давно. Хорошая маска. Спасибо, Сергей. Так, у меня что-то тут закончилось. Что это вообще? А, это почему-то съесть или выкинуть пакетик попало в пустые баночки не еды. У меня закончилось масло. Очередное чайное дерево эфирное от натурального масла. Я уже сюда коробочки бумажные не стала ложить. Я их на сожжение отправила. Я регулярно покупаю эфирные масла фирмы «Натуральные масла». Ну, по крайней мере стараюсь именно этой фирмы покупать в аптеке. Если нету, ну есть какая-то другая. Ну, скрипя зубы, покупаю какую-нибудь другую. Ну, вот сейчас через интернет заказала, через аптека, или как там её? Аптека.ру, наверное. С доставкой в нашу аптеку вроде как прямо аж на следующий день. Те два и ещё одно масло эфирное, которое мне не хватает. Вот стабильно там розмарин, шалфей, эвкалипт, в общем шалфей мускатный, эвкалипт, розмарин, чайное дерево, мята и лаванда. То, что я обычно использовала в дезиках восковых, ну или в каких-нибудь там своих бальзамчиках и так далее. Сейчас у меня вот вместо дезика воскового другой самопальный дезик, но тоже интересно, глянь потом этот мой уход на ноябрь. Короче, и вот в общем я заказала все три эфирных масла, масло, которое мне нужно было. Именно выбирала от натурального масла. Мне очень нравится, фирма хорошая. У меня даже есть, по-моему, какой-то плейлист ароматерапии или типа того, но есть видео, посвящённое эфирным маслам, которые у меня на тот момент тогда ещё были. У меня ещё закончилось мятой, тоже натуральные масла. По большей части я их использовала в основе, там какой-нибудь капала в отвар для мытья волос, ну или на каких-нибудь растениях или просто воду для окачивания волос. Добавляла самопальную косметику, иногда делала аромалампу, капала туда. Ну а иногда капала там, где кошка драла обои или что-то такое драла, и что пахло, и она не драла. У меня закончился эвкалипт, тоже натуральное масло. У меня закончился лимон, хорошо эфирное масло лимона добавлять в воски для ногтей. Тоже натуральное масло. И у меня закончились ватные диски, я не всегда их добавляю, тут что-то решила положить каждый день ватные диски. Раньше 120 штук. Раньше я их покупала, они были по 35 рублей, потом внезапно стали по 49. 49 сейчас я уже даже не знаю, сколько они стоят, потому что у меня сейчас немножко другие ватные диски. Где-то я там что-то дешевле, чем за 49 покупала, за 120 штук. И они вот у меня с запасом так лежат. Достаю, но что-то я поняла, что у меня как-то меньше стали ватные диски расходоваться. На дольше их хватает. В общем, вот у меня внезапно пустые баночки все. И, в принципе, тоже немало, хоть тут по большей части одни эфирные масла, но даже одни духи закончились. Всем спасибо за просмотр, если вы что-то юзали, и оно вам нравилось из того, что я перечислила. Либо не нравилось, поделитесь в комментах. Ну и просто чего-нибудь можете написать. А да, если вы хотите кинуть меня биткоином, вот здесь будет такая красивая облачко. Можете кинуть меня биткоином. Можете просто подписаться на Бусти, на Мунбанге или СМР. Можете подписаться, просто задонатить мне на Бусти. Или на Донатейшн Алердс. Или ВКП, или Юмони. И, ну, просто сказать мне спасибо, Лёля, таким темпом. Или что-то вы ждёте, какой-нибудь ролик, который я давно не записывала, обещала. И вам надоело ждать, можете просто меня как-то подбодрить, и я запишу этот ролик. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.